В России с 2012 года для детей и подростков действует комендантский час. Ночные развлечения для них вне закона. Но есть мероприятия, куда после 22.00 детей не только можно, но и нужно отпускать. Библия-ночь – это круто! Несмотря на то, что Библия-ночь в САФУ предназначена для любой возрастной категории, в этом году на ней оказалось гораздо больше детей, чем взрослых. Именно те, кто младше 18-ти, стали самыми активными участниками происходящего. Распись по батику, весенний экспресс-макияж, создание новой книги. Всему этому могли научиться ночные посетители читального зала САФУ. Отдельными пунктами творческой программы стали выступления двух музыкальных коллективов – джаст-бэнд и авангард хэви-джаз, и моноспектакль начинающего актера Альберта Шмакова – «Человек в футляре». Что же тут такого, сказал Буркин? Таких людей по своей натуре на этом свете сыщешь немало. Они, как рак-отшельники или улитка, всегда рады спрятаться в свою скорлуху, создать себе футляр, который будет их отделять от внешних воздействий. Однако самым необычным развлечением ночи стал лазертаг – вариация игры в войнушку. Любое сражение требует большого пространства. Привычным местом боевых действий в лазертаге являются заброшенные здания и стройки. В САФУ как раз оказалось такое на примете. Заходим на объект. Объект еще не сдал. Аккуратно. Там будет располагаться книжный киоск университета, где будут установлены... Какой станет библиотека и что и где будет располагаться после того, как объект будет сдан, будущим бойцам рассказали по дороге до точки сбора. А когда добрались до места, сразу воцарилась атмосфера военной дисциплины. Задача команды будет уничтожить команду противника. Все будет очень страшно и в темноте. Но несмотря на устрашающие речи организаторов и то, что за их спинами стоял целый арсенал оружия, игра совершенно безопасна и подходит не только для взрослых, но и для тех, кто помладше. Именно они ждали ее с нетерпением. Сколько будет лица игра? Столько, сколько вы сможете верить. После того, как проведен инструктаж и учение, бойцы выдвигаются на свои боевые позиции. Игра начинается. У каждого по четыре жизни, но нескольких убивают сразу. Кто-то руководство с инстинктом самосохранения избирает выжидательную позицию. Кто-то рвется в атаку и получает свои условные пули. Да что ж такое-то? Кто там такой-то? Участникам удалось поиграть на нескольких площадках и опробовать разные тактики ведения боя. В итоге довольными остались все. И когда акция завершилась, а залы опустили, каждый без преувеличения мог сказать, что библиотека САФУ сделала еще один уверенный шаг навстречу своему читателю. Будет мыть кабинеты!